всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале рада приветствовать новых наших подписчиков как говорится с наступающим новым годом такая вот праздничная атмосфера для сегодняшнего расклада в теме дам чтобы было прежде чем мы начнем я хочу вам сказать про акцию я как-то если честно не совсем уверена но все же просто потому что пришла сегодня такая мысль а я давала себе слово что буду реализовывать все свои идеи даже если они будут какие-то бредовые либо некомфортные просто потому чтобы научиться для себя понимать и различать где те идеи которые действительно будут плодотворно где те идеи которые являются лишь просто опытом так вот о чем речь речь про акцию значит я предлагаю вам сегодня послушать этот расклад зависимости от позиции которые вы выберете если вы захотите сделать для себя такой подарок как индивидуальный расклад именно для вас на 2022 год по тем вопросам которые я сегодня буду озвучивать то для вас я придумала акцию значит акция в чем в чем ее смысл это не личная консультация это будет расклад в аудиозаписи я конечно же приложу еще и скриншот расклада карт но сам расклад он будет в аудио формате он будет в записи вашего присутствия совсем ну не нужно будет и я запишу как раз таки все те вопросы на которые сегодня мы с вами будем рассматривать наш с вами расклад акция будет продлина не знаю я ее думаю сделать до 25 числа как раз таки у нас греции рождество поэтому начиная с того дня когда вы смотрите этот расклад и до 25 примерно две недели там дней 10 сколько выходит не вот эта акция будет актуальна стоимость такого расклада будет 2000 если хотите кому интересно пишите мне на почту единственное что в зависимости от спроса имейте ввиду что в течение где-то трех дней после того как вы пришлете заявку и оплатите как оплачивать я отвечу вам на почту на почте и через почту и я пришлю вам в записи этот расклад единственное что вот вам нужно знать а так подытожить что-то я как-то неладное сегодня говорю это то что расклад будет в записи в аудио формате будет скриншот самого расклада вопросы будут рассмотрены такие какие будут сегодня акция до 25 числа стоимость 2000 все мы сегодня приступим сегодня увидеть у меня много колод со всеми ими я планирую поработать вот специально так отодвину пока то что мне не нужно потому что я не люблю когда у меня рабочий стол загроможден вот позиции 3 выбирайте чтобы вас не отвлекали вот эти гирлянда вот сюда голубенький красненький зелененький 1 2 3 позиция вот пока вы выбираете хочу сказать что изначально я думала сделать немножко по-другому этот расклад но как говорится я человек эмоционально у меня все в потоке да по настроению даже не то чтобы эмоционально по настроению есть настроение так сделаю вот хотя опять таки если у меня будет настроение я могу сделать и еще один расклад да уже в той задумке которую хотела вот но не суть не суть как говорится так расклад сегодня у нас будет большой для меня для вас опять-таки касательно только вашей позиции так если вы определились то отодвинул сторонку поставлю эти камешки чтобы вам видно было на отсюда чтобы вы понимали но хотя есть тайм-коды какая-то позиция мы с вами приступаем позиции номер один голубенький камешек короче не суть определимся и так первый вопрос самые важные события этого года нет не так начну начну с того что мне важно энергия года общая энергия года какая будет если так можно будет ее посмотреть общая энергия 2022 года по одной карте и уберу эту колоду а энергия знаете теплая такая хорошая час я еще одну вытащу я скажу почему потому что первая половина года нет я думала что это все-таки будет первая половина нет это общая энергия 20-го там будет такой же примерно как и 21 интровертный да вы больше будете находиться в состоянии какого-то созидания размышления но энергии и потоки они будут для вас достаточно такие благие теплые приятные и могу сказать что здесь вы что-то такое резкое знаете вот такое комфортное легкое что-то такое светлое приятное нету резкости нету холодности нету жесткости каких-то вот прям это не тяжеловесный год он будет намного легче чем 21 но он будет направлен знаете вот такое ощущение как будто бы вы словили какую-то волну философии какой-то мудрости какого-то понятия вот ваша образ жизни он сменился он стал более знаете то ли вы стали более принимающим человеком да менее конфликтующим хоть вы и раньше не конфликтовали я имею ввиду не сопротивляетесь тем ситуациям которые в вашей жизни происходит и исходя из этого год он как-то вот то ли углы будут как-то узнаете смягчать округлять но энергия она вы будете еще плюс ко всему ощущать какую-то помощь помощь свыше здесь такое что-то знаете заботливо по отношению к вам обволакивающее то есть такое ощущение что вот мир как будто бы вас принял принял такое ощущение бывает когда идет некое такое перемирие до после конфликта и вот я так и знаете примирился с кем-то и мне какой-то период так хорошо вот у вас общая энергетика этого года она будет такая вы будете о чем-то мечтать знаете ощущение что вам как будто бы разрешили заново мечтать заново фантазировать будете о чем-то размышлять но это не тяжелые мысли а это знаете вот какая-то приятная да как-то вот я не знаю рассуждение а о бытие да вот что-то такое философское но не тяжелое это не то что вот я ищу да и мне надо найти какие-то решения нет здесь знаете иногда бывает такое а чувство когда вот забираешься в горку да и и причем горы такие высокие ты поставил себе цель и вот достиг уже этой цели либо близок к достижению и вот ты взял такую паузу до чтобы передохнуть либо наоборот если ты дошел до самой вершины так сел вот я молодец но здесь не нету эмоций ярких а здесь какое-то вот внутреннее удовлетворение внутреннее на этим ощущение того то чего вы хотели добиться то к чему вы шли очень долгий путь вот знаете чувство как будто бы вам 22 год он дал для какого-то для какой-то передышки да ну то есть ну сколько можно уже мучиться да 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 и отдохнуть и как говорится передохнуть дух перевести вот общая энергия она будет такая и будут вокруг вас люди которые будут вам помогать будут энергии такие теплые как я сказала уже обволакивающие у вас будет контакт с высшими силами здесь возможно вы наладили его хорошо если нету в этом году в двадцать втором будете по крайней мере стремится быть в контакте с миром с силами с самим собой а вот знаете такое еще еще раз скажу что то о чем вы молились то что вы просили здесь как будто бы вам дали и вы здесь не то чтобы радость а какое-то знаете вот удивление а вот какая-то такая даже и речи потеряны и чувство что вот знаете все хорошо вот все хорошо вот когда бывает у каждого на свое хорошо это не яркие эмоции а это фоновое удовлетворение что все хорошо все спокойно и при этом очень тепло солнечно и приятно на душе вот это вот будет общая энергия двадцать второго года ну а теперь мы можем посмотреть на какие самые важные события у вас будут я вытащу три события может быть много но знаете вот если просто как трипли читать эти карты да то можно будет сразу сказать что общее событие того что вы долгое время как-то вот определяли стагнировали не могли понять что вам делать куда двигаться да какая-то тяжесть была груз вот это вот все будет разрушена ощущение того что новый год он не то что будет разрушительным а это уже тот момент когда вы уже разрушили и начинаете строить на руинах но с какой-то такой вот позитивной точки зрения можно можно предположить так как карты легли что где-то примерно ну вот если разделить на треть год то первая треть она будет направлена на то что вы как будто бы делаете анализ ситуации что вы хотите куда вы хотите пойти что вы хотите сделать здесь это не выбор а а здесь знаете какая вещь вы стали другими вы стали более мудрыми более взрослыми зрелыми вы хотите понять что вы хотите для себя здесь не в плане выбора что я не знаю какую дорогу взять а здесь вот именно знаете разбор я приму решение только тогда когда я четко пойму что я хочу для чего мне это надо например не то что я хочу просто отношений да либо там я не знаю семьи а первично будет более глубокая причина того что она нужна ли она мне эта семья а нужны ли мне эти отношения не какие какие-то следствия а причина а нужно ли мне это потому что здесь будет уже какой-то зрелый подход в понимании того что я уже хочу что-то такое стабильное на долгое время не на как-то вот разовая и там судьба покажет нет а уже знаете хочется сделать это вот когда выбираешь дом для себя да там не квартиру съемная вот именно дом как я хочу выстроить его да вот какая будет архитектура как как это все будет везде все расположено вот то есть вы понимаете что это на долгое время да что это не то что вот там через год через два мне надо будет это заново рушить создавать нет а здесь что-то хочется такое стабильное поэтому у вас уйдет на это примерно одна треть года а почему потому что вы хотите сделать впервые возможно в своей жизни какой-то вот мудрый принять какое-то мудрое решение правильное решение для того чтобы вкладываться да то есть раньше было ощущение что я просто со мной что-то происходит и я это делал а сейчас у вас появилось желание вкладывать в это силы но вкладывать в то что не будет иметь какой-то отдачи вы уже понимаете что это бессмысленно хотя ранее вы именно так и поступали поэтому сейчас вы хотите сделать принять какое-то правильное решение на дальнейшую перспективу именно поэтому вы так долго обдумываете не решаетесь проводите какой-то вот анализ присматриваетесь приглядываетесь а почему потому что вы акцент делаете на перспективу да то есть не на этот период когда знаете вот я принял решение а на то что будет после того как вы его примете на долгий какой-то период это первое событие второе событие это где-то вторая треть года если мы так можем сказать будут действительно серьезные перемены серьезные перемены знаете в вашей жизни вот как раз к касательно тех решений которые вы примете возможно вы рискнете пойти в те как говорится сферы в те в те дороги хочется сказать как-то так которые раньше бы никогда не пошли то есть рискнуть попробовать то что ранее не пробовали здесь какой-то вот опять таки то что я начала самого начала говорить о то что новая философия вашей жизни какие-то новые взгляды не исходя из этих новых взглядов именно поэтому вы очень долго думаете это знаете вот например если вы по жизни были заядным холостяком и вдруг как-то вот неожиданно у вас появилась эта потребность создать семью для вас это абсолютно новое поэтому вы все как хочется сказать прочитать все продумать заранее и вот когда вы примете решение и пойдете то на пути к тому к чему вы идете вам надо будет очень много разрушать еще раз скажу на примере холостяцкой какой-то холостяцкой какой-то жизни надо будет учиться договариваться с людьми подстраиваться брать на себя больше ответственности и вот это вот будет как-то новое для вас да то есть вот здесь вот это вот какие-то внезапные ситуации вы можете сталкиваться с какими-то обстоятельствами которым вы окажется ну абсолютно новый это новые опыты для вас будет да почему потому что чувство что вы знаете как будто бы все время делали акцент на логику чтобы все это просчитать а тут я не знаю допустим на вас нахлынули какие-то эмоции а эмоции не поддаются разумности и вы будете в неком таком замешательстве а как теперь то есть я я так не здесь ощущение того что я так не привык но я понимаю что мне надо как-то по-другому а как это по-другому и вот это вот будет вот вторая треть вашего года и третье события это разрушение как разки вот тех обязательств которые вы будете брать на себя в течение года да здесь вот в третьей части вы как будто бы подустанете немножко и вы это вам нужно будет урок для того чтобы вы знаете научили жить более легче что ли как-то вот минималистично в контексте каких-то обязанностей каких-то ответственности то есть вы знаете как-то вот усложняете свою жизнь и под конец года вот последняя треть вам нужна будет нужно будет вот это вот понимание что иногда надо сбросить даже если ты уже прошел большую половину пути и пойти вот именно так как ты хочешь что и знаете как будто бы не бояться каких-то связей здесь привязанность она может быть и для кого-то с хорошей точки зрения например привязанность к детям до привязанность к родителям если вас хорошие отношения здесь вот как будто бы вас учат оставлять 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 свой дом оставлять своих детей оставлять своих родителей не бояться знаете вот допустим много времени вы жили с близкими вам людьми и вас подвернулся шанс возможность жить одному либо создать уже новую семью и уйти в новую семью но вот это вот привязанность вот она она вам будет сложно даваться а вот как-то ее разорвать и вот последняя треть она будет как раз ки говорится то говорить о том что нужно как-то вот проще да то есть оставляй то что тебя обременяет оставляй то что тебе тяжело не бойся передавать как-то ответственность не бери на себя больше чем ты можешь унести ну и параллельно с этим будет вот какой-то груз тяжесть но здесь скорее всего знаете тяжесть нет каких-то вкладов до что вы делаете в дело а здесь скорее всего тяжесть от того что вы цепляетесь от того что у вас забирает а вы не даете вот это вот сопротивление да я хочу это удержать это вот будет для вас как-то вот достаточно тяжело что ли вот и то есть вас знаете как будто бы снимает с вас груз а вы не не я привык это как этот мне образе здесь показывает а может не очень красивый но все равно это когда лошадь привыкла быть все время а оседланный да а тут с нее снимает седло она не не зачем ты снимаешь седло да что такое то есть не это непривычно мне это некомфортно и говорят теперь ты свободно не не зачем мне свободы я не хочу да хотя в принципе всю свою жизнь мечтала вот здесь вот примерно такое ощущение то о чем мы мечтали вам дают и вы в замешательстве не нет то есть я привыкла стремиться к этому а сейчас когда я это получаю либо получил я я не понимаю что мне делать поэтому верните мое старое истребление до чем что-то такое новое хорошо на что нужно обратить внимание в новом году давайте посмотрим на что вам нужно будет обратить внимание новом году а хохо хохо так час во первых знаете такое ощущение что как будто вот голова идет кругом это возможно будет те моменты когда что-то новое либо несколько дел одновременно вам надо будет сделать и вы будете теряться до возможно будет такие моменты когда надо будет научиться выстраивать правильно приоритеты знаете не обращать внимание на мнение других людей на слова потому что знаете вот в этой колоде николета чиколи здесь вокруг головы девочки крутятся всевозможные там фрукты овощи и и разные предметы а то знаете вот ощущение что голова идет кругом от чего потому что один одно сказал другое другое сказать я не знаю на что мне опереться вот как раз ки подготовка 21 года она вас научила на то чтобы вы держали опору внутри себя то есть опирались на свое собственное мнение на свое собственное суждение потому что сколько людей столько и мнений и они вас не то чтобы продвигают а наоборот будет водить в стопор поэтому я больше я бы сказала ориентироваться на себя найти не убегать в суету знаете есть такого вас еще до когда я убегаю ну создаю бурную деятельность только для того чтобы не принять решение да побег от принятия решения ответственности какой-то вот это тоже может быть и на что еще нужно обратить внимание знаете вот хочется сказать если эта сфера будет касаться каких-либо отношений не обязательно это любовные да это может быть с родственниками с детьми с близкими у вас может проигрываться некая такая конфликтность с ними знаете почему из-за страха вот ощущение того что 22 год он будет для вас абсолютно новые новые по энергетике то что я и говорила до новых понятиях в каких-то и вы как будто бы будете обороняться защищаться потому что и из-за этого конфликтовая да то есть не будет чувство безопасности потому что это новое и будет все время вы будете как будто бы на чеку да что вот сейчас какой-то подвох будет сейчас на меня кто-то нападёт и вот чтобы на вас никто не напал то есть самая лучшая защита это нападение Вот в вашем случае такое может быть, причем, знаете, вы как будто бы своих оппонентов в каких-то моментах будете заводить прям в самый угол, и когда будет спадать пелена с глаз, вы поймете, Боже, кто, кого, на кого, допустим, я там кричу, либо на кого я нападаю, это ведь самый близкий для меня человек, что со мной происходит, что ты делаешь, да, что творишь, то есть вот обращайте на свои слова, вы можете словами ранить тех людей, которые вас, знаете, любят, уважают, вот какая-то вот, в каких-то моментах вы еще можете быть жестким, я помню, я делала расклад, что не нужно брать по первой позиции, да, именно, что не нужно брать в Новый год, вот именно на колоде Николеты Чиколи, там был как раз и тот момент, я помню, что упадала королева мечей, что не нужно брать какую-то свою конфликтность и жесткость, да, то есть готовность, готовность к тому, что если что-то будет не по-моему, то я отрежу тебе голову, вот здесь вот эта вот энергия, она продолжается, не надо ее брать, да, обратите внимание на это, что если вы агрессируете, это на самом деле что-то вас выводит из себя, это страх, да, то есть остановитесь, отдышитесь, и через какое-то время, не сразу, когда эмоции поулягут, подумайте, чего вы боитесь, да, что вам этот человек показал, какой ваш страх, почему вы так напугались, так, следующий вопрос, чего стоит опасаться, так, сейчас это темный, нет, это исцеляющая история, сейчас мы с вами посмотрим, вот на этой колоде, чего вам стоит опасаться, чего вам стоит опасаться, фантазий, вот эта вот месть карта называется, но это не то, что вы мстите, а знаете, вот эта вот жесткость, да, все равно агрессивность обиды, так, значит, с одной стороны, вам нужно опасаться своего эмоционального состояния, когда вы чувствуете какую-то несправедливость по отношению к себе, почему, потому что тогда у вас появляются обиды, когда у человека есть обиды, либо он обижается, у него появляется вот это вот ощущение, да, я хочу выровнять эту ситуацию, я хочу прийти к справедливости, да, чтобы ко мне кто-то, вот знаете, как вот тот обидчик, да, чтобы, не то, чтобы его наказать, вы не жесткий, не жестокий человек, а чтобы все было справедливо, но справедливость, опять-таки, это такое, чисто субъективное, с одной стороны, мнение, с вселенской точки зрения, это достаточно объективное, но вот это вот чувство, знаете, вот мести, оно может появляться от обиды, еще раз скажу, не то, что вы будете мстить, это не про это, за этим скрывается еще глубже сценарий, услышите, сценарий обиды, несправедливости, что есть какая-то несправедливость, мир несправедлив, это опять-таки в контексте безопасности, поэтому обратите внимание, то есть опасаться, агрессировать в те моменты, когда у вас будет такое, когда вы будете ощущать что-то новое, да, вашу жизнь врывается, вы будете очень сильно агрессировать, потому что это опасность для вас, да, потому что это новое, я не знаю, как здесь взаимодействовать, и поэтому мне проще закрыться, а когда я закрываю, всегда будут люди, которые будут показывать мне новое, они будут вытаскивать меня в это новое, я буду сопротивляться, Когда я сопротивляюсь, я, как говорится, теряю контроль и могу быть достаточно агрессивным. Поэтому вот месть и агрессия в контексте того, что со мной поступили несправедливо. Когда будете славливать в себе такую мысль, анализируйте. Анализируйте, смотрите, откуда ноги растут. Действительно ли несправедливо и почему поступили несправедливо. Что вам хотят показать, с одной стороны. С другой стороны, на что стоит, чего стоит опасаться, это всевозможных фантазий, втягивания в вас, какие-то сомнительные истории, всевозможные соблазны. Причем соблазны это не только в отношениях. Соблазны могут быть в еде, где-то что-то переел. Соблазны могут быть в лени, лишний раз поваляться и ничего не делать. Поэтому обращайте внимание на соблазны. Я вот просто соблазны хочу уточнить, потому что с местью это мне понятно. А вот соблазны я хотела бы для себя уточнить. Что за соблазны у вас будут здесь? А вот, все понятно. Соблазны уйти в отшельника. Соблазны в том, что... Ну, потому что вы привыкли, да. То есть долгое время не закрывайтесь, не уходите от мира. Да, то есть не начинайте заниматься опять самокопанием, погружением вглубь себя, отдалением от других людей. Не уходите, это побег, не убегайте. То есть есть уединение, которое созидательное. То есть мне надо время для того, чтобы я о чем-то поразмысел. Это один момент. Но здесь негативный момент. Мы говорим, что нужно опасаться. Что вы закрываетесь, вы становитесь недоступными, непонятными для людей. И вы не хотите контактировать. И вот отсюда у вас появляются всевозможные конфликты. Будьте открытыми. Я не имею в виду впускать всех людей в свою жизнь. А будьте открытыми и понятными для людей. То есть если вы хотите уединиться, так и говорите. Мне нужно пространство, мне нужно время на несколько дней. Я когда закончу вот этот вот свой созидательный, такой мыслительный процесс, я выйду, мы с тобой поговорим. То есть будьте понятными. Говорите, проговаривайте людям, что у вас происходит в голове. Чтобы они понимали, как с вами взаимодействовать. Вот, отшельник. Это вот, знаете, особенно когда, если вы в этом году будете выстраивать новые отношения, тем более семейные, у вас будет желание уйти и убежать. Боже, это не мое. Я не случайно сказала про заядлых холостяков. Здесь такое вот прям, мне лучше закрыться, мне это проще. Это вам привычнее. И вот эта вот ваша привычка, она будет рушиться. Ее постоянно в течение года все время будут разрушать другие люди. Хорошо, что приятного будет в новом году? Так, и вот на исцеляющих картах я посмотрю. Нет, что приятного? Что приятного? Вытащу одну такую и одну такую. Что приятного будет в новом году? Так, что приятного? О, чудо. Какое-то чудо. Вот я говорю, вот то, к чему вы шли, то, к чему вы стремились здесь, как будто бы вам небеса благоволят, и вы получите. Вы получите то, что вы хотели. С другой стороны, знаете, вот это чудо-волшебство, на самом деле, это то, к чему вы прикладывали усилия долгое время. Но из-за того, что это было так долго, вы уже как будто бы перестали в это верить, и вам кажется, что нет, такое быть не может. И вдруг это случается. Да, вот прям. Очень часто вы будете сталкиваться с чудесами, да, даже в своей каждодневной какой-то жизни. Чудеса не могут быть, знаете, вот в каких-то мелочах. То есть вы как будто бы упустили автобус, да, что-то здесь такое. Вот вы бежите, и он уже дверь закрыл, да, водитель, и вроде бы тронулся этот автобус. И вы такая расстроена, либо расстроена, что, блин, ну все, упустил, теперь, ну, уже стали накручивать, что, и как будет дальше, и вдруг неожиданно он останавливается, и это самое, двигается назад, чтобы вы вошли. Вот чудо, да, как такое может быть. Вот такие вот моменты, да, чудес в вашей жизни, их будет много. И вот главное у вас будет исцеление. И я уточню сейчас, с чем будет связано ваше исцеление. Нет, на чеколе. Почему? Потому что... Здесь ощущение исцеления в вашей душе. Что? Что вы исцелите? Вот девятка жеслов, то, что я и говорила, да, вот это вот свое отшельничество, да, оно как-то исцелится. И вот год для вас будет расслабленным. Имейте в виду, это не значит, что вы будете ленивы, а здесь больше доверия появляется. Вы как будто бы научились доверять, да, поняли в своем, я не знаю, в своей философии, что есть доверие. Вот, да, здесь сердце ваше будет излечено. Есть, так можно сказать, да? У вас появится желание. Желание жить, активной какой-то деятельности. Поэтому опасность-то в том и заключалась, что периодически вы будете сами удивляться от своей активности, и вам будет касаться, что я чрезмерно действую, чрезмерно активничаю. Давай-ка я снова пойду в свое привычное болоться. Вот, нет, такого делать не нужно. Вот, я сказала, что я еще и на этой колоде, да, посмотрю. Вверх ногами. Вот так. Что приятного будет в новом году? Туз кубков. Вот смотрите, приятного будет очень много, поэтому вы и ощутите чудо, о котором я говорила. Во-первых, кто хотел любви, будет любовь. Кто хотел, знаете, внутреннего состояния, наполненности. Здесь, во-первых, проработано будет одиночество. Во-вторых, будет проработано, я говорю разные варианты, это не значит, что это все бой, да, но вот, чтобы вы понимали, одиночество для кого-то важно будет именно внутреннее наполнение. Вот вы пройдете как раз-таки исцеление, да, в своем сердце, и вот вы ощутите вот эту вот любовь внутри себя, к себе в первую очередь, к жизни. Чувство, что я наполненный, что я хочу жить, я хочу делиться, я хочу дарить, взаимодействовать с этим миром. Чувство счастья. Вот какое у каждого свое понятие. Дальше здесь будет постепенно, постепенно будете ощущать вот это чувство, но над ним нужно будет еще работать, что вас наконец-таки стали слышать, что вас наконец-таки начинают понимать, при условии, что вы не будете входить в своего отшельника, закрываться. Дальше для кого-то здесь приятные, знаете, вот какие-то дары, да, свои способности вы раскроете. Для кого-то, опять-таки, знаете, выстроится очень сильный канал с высшими силами, если вы над этим работаете. Да и, в общем, туз кубков – это счастье, это внутреннее состояние любви. Те, кто искал, знаете, вот сдавался вопросом поиска себя, кто я, для чего я, что я, вот здесь как раз-таки вы получите ответы на все свои вопросы. Да, вот этот вот путь себя, познание себя, это будет вас наполнять. Ну и у кого-то откроются какие-то способности. Способности, спрашиваю, что за способности, знаете, вот какой-то коммуникации, легкости, сопричастности к чему-то, кому-то. Знаете, вот праздник, долгое время в вашей жизни не было праздников. Здесь вот хочется сказать, что вы пришли к какому-то празднику, либо пониманию тому, что вы не один, что вы не одна, что есть действительно в вашем окружении, в вашей жизни люди, с которыми вам хорошо. То есть вот здесь вот хочется сказать, да, общая энергетика такая этого года, да, «Конец одиночества». Вот такой вообще девиз. Хорошо, какой основной духовный урок вы пройдете в Новом году? Какой основной духовный урок вы пройдете в Новом году? Королева Жезлов. Ну, смотрите, здесь, во-первых, будет перемена, изменения, да, изменения касательно вашей собственной личности. Именно чувства независимости, становления, проявления себя в социуме. Здесь перемены произойдут. Перемены, причем, знаете, вы будете нравиться себе. Потому что спадут ваши маски, вы перестанете жить в масках. Вы будете учиться принимать себя такими, какими вы есть, и транслировать это. Это будет для вас абсолютно новое, интересное, захватывающий опыт. Но при этом я не вижу, что у вас здесь будут какие-то трудности на этот счет. Вам это будет нравиться. Вы будете это воспринимать, как некую такую игру, когда я впервые позволяю себе быть такой, либо таким, какой я есть на самом деле. Именно поэтому 21 год был посвящен тому, вот это вот внутреннюю некой такой интровертности, понимание того, что кто я, что я. А вот в 22-м вы уже войдете, так знаете, более уверенно, более ярко. Здесь много солнца, очень много солнца, очень много яркости. Ну вот, Арканшут, говорящий как раз о том, что произошел какой-то переход. Переход, новый, новый абсолютно этап, в котором вы, то, во что вы верите, вы это и будете создавать. Абсолютно новый, облегченный, это новый путь в вашей жизни будет. Знаете, умение, вот то, что я сказала, третья часть, да, о тяжести, трудности оставлять. Духовный урок вы будете проходить по шуту, понимать, что вы в этой жизни пассажир. Например, у вас нету ничего своего, и не должно быть ничего, в принципе, своего. Вы даже сами себе и не принадлежите. И вот это вот отношение такое легкое по жизни, почему я сказала, вы не принадлежите сами себе, потому что здесь проявлена в этом материальном мире только часть вас, да. И, как бы, так сказать, вот все, что вас окружает материальное, да, это лишь некий такой тренажер для того, чтобы что-то поняли, что-то осознали, что-то увидели. Инструменты, проще говоря. Но инструменты, они вам не принадлежат, да, как будто бы вот вам дали в аренду. Попользуйтесь, сделайте то, что вы хотите, получите удовольствие от этого, получите эмоции, которые вам необходимы, сделайте вывод и идите дальше. То есть не привязывайтесь к инструментам. Не важно, это субъективные, либо объективные какие-то предметы, да, либо объект, либо субъект. Да, такой вот. Ну-ка я по этой колоде посмотрю. Вот какие карты темные. Основной духовный урок. Хорошо, эту колоду взяла. Основной духовный урок. Башня. Башня выпадает на повторе. Знаете, вот то, что как раз очень шутом пересекается, то, что было выстроено неправильно, не бойтесь это оставлять. Не бойтесь рушить. Основной урок вы как будто бы, не то чтобы не бойтесь, а вы поймете, что если что-то уходит, не надо за это держаться. Потому что надо пускать, знаете, вот какая-то легкость у вас появится. Ну, не хочет этот человек быть со мной, ну и да ладно. То есть его право. Как-то раньше вас это цепляло, обижало, огорчало. А сейчас вы легче, легче стали к этому относиться. И это классно, это здорово. То есть рушите, рушите какие-то вот, знаете, иллюзии. С одной стороны, иллюзии, фантазии. Как-то вот с одной стороны, более реалистично смотрите на мир, но не слишком заземленно. Я не говорю, что вот здесь вот прям какие-то низкие, тяжелые энергии. Нет, они хорошие. Вы на мир смотрите реально и принимаете его. Проще, вот ушла какая-то шелуха, ушло все ненужное в вашей жизни. Так, что должны будете понять, либо осознать в этом году? Десятка мечей. Знаете, умение мириться, хочется сказать, да. В колоде Питического Таро Десятка мечей, она говорит о том, что день завершен, и самый лучший момент это, когда наступает примирение. Когда ты понимаешь, что все находится на своих местах, да. Вот договорились, как-то вот поговорили, и такое расслабление, такое классное настроение. То есть всегда после каких-то ссор, когда уходит все ненужное, и вскрывается какая-то правда, свет, прояснение происходит. И вот это вот примирение, это самый приятный такой момент в жизни. Что должны будете понять и осознать? Что на самом деле вас объединяет намного больше каких-то вещей с людьми, чем и с миром, чем разъединяет. Вот вы в новом году будете настолько наполнены по тузу кубков, что вы не будете ощущать... Знаете, вот раньше, может быть, было такое ощущение у вас, что вот вами пользуются, да, что у вас забирают какие-то, я не знаю, ресурсы, какие-то части. То есть вы были каким-то жадиной, да, вот ощущение того, что из вас забирают много соков, много энергии. И это лишь потому, что вы не были соединены со своим внутренним источником бесконечным. То есть когда ты понимаешь, что у тебя есть внутренний неиссякаемый источник, то у тебя никто ничего забрать не может, если вы не захотите этого отдавать. И тогда, когда вы опять-таки подключены к этому внутреннему источнику, у вас становится этой энергии, силой настолько много, что вы хотите отдавать. И вы поймёте, что сколько бы вы не отдавали, вы не иссякнете. Вот здесь, а раньше было такое, что вы отдавали, в какой-то момент вы сдувались, да, и поэтому у вас было ощущение, что вас используют. Сейчас этого ощущения не будет, потому что вот вы как будто бы к себе подключились, да. Вот этот канал с высшими силами, то, что я говорила, он будет постоянно вас подпитывать, подпитывать. Вы будете неиссякаемы. И поэтому будете отдавать, но отдавать – это не значит, что расплёскивать, либо разбазаривать внимание. Отдавать тому, кому вы хотите. И чем больше вы будете отдавать, тем больше вы действительно будете как-то вот наслаждаться, будете благодарны. У вас не будет чувства обустошения. Вы осознаете и поймёте, насколько вы были в каких-то моментах эгоистичны. Здесь вот понимание, что такое эго для вас, как оно выражается, в чём оно выражается, в чём оно проявляется. К вам придёт это понимание. С одной стороны. С другой стороны к вам придёт, знаете, одновременно понимание, кто вы. Вот здесь очень тонкая такая грань того, что как-то, знаете, вот целостность, вопрос целостности. Вы это осознаете, вы поймёте, что это такое. Каково это быть целостным человеком? Где ваше эго, оно вам в чём-то мешало? Как оно работает? Как оно устроено? И одновременно, когда вы это поймёте, у вас произойдёт какой-то, вы знаете, инсайт, что ли, какое-то облегчение. И вы не то, что вы откажетесь от эго, а вы подружитесь с ним. Вы подружитесь, и вам будет легче, проще. Здесь часть себя, огромную часть себя вы примите. Вот что вам нужно будет осознать. Здесь придёт примирение самого себя, самим собой, внутреннее примирение. Так, ну и давайте мы теперь быстренько по сферам пробежимся. Что будет происходить в отношениях? Что будет у вас в сфере отношений? Построение. Построение, причём это будет в удовольствие. Вы будете выстраивать какую-то платформу, площадку на будущее. Знаете, какой-то вот ваш общий дом, храм. Совместный. Это будет совместный труд, это будет совместная работа. Она будет ладиться. Вы будете учиться коммуницировать, общаться со своим партнёром. Здесь выстраивание чего-то нового. Даже если у вас нету партнёра, вот это вот желание, понимание, как я хочу выстроить отношения, для чего они мне нужны, оно притянет. Что будет в отношениях для тех, кто уже в семье? Всё будет по справедливости, да? Согласно закону. То, что вы сеете, то, как вы взаимодействуете, то вы это и будете получать. Что будет в отношении для тех, кто ищет пару? Какой-то поворот в вашей жизни, какие-то изменения, завершение, завершение чего-то такого болезненного, скорее всего, прошлого опыта и принятие решения, что вы, знаете, вы будете проходить этап, когда захотите собрать себя. То есть первично для вас важно будет собрать себя воедино, стать именно вот этим человеком, целостным, о котором я говорила чуть выше. И, знаете, будет период в вашей жизни, когда вы будете не совсем уверены, а нужны ли вам отношения. То есть вы будете проходить этап понимания, что, знаете, вот мне и так хорошо одному одной, что я как-то и не очень-то и хочу пойти снова в отношения. Может быть, где-то глубоко будет такая мысль, но на самом деле вот этот вот комфорт, удовольствие, то есть, знаете, надо наполнить себя первично, прежде чем пойдешь дальше. И если здесь кому-то кажется, что очень долгий этот период, это просто необходимо будет, да. И в дальнейшем вы придете, придете к семье, но этот этап, он может затянуться где-то на полтора-два года. То есть не только в 22-м, может занять и в 23-й год. Все будет зависеть от вас, насколько вы научитесь наполняться, и когда вы наполнитесь, насколько вам будет так хорошо, что вам и партнер-то не нужен будет. Так, те, кто в отношениях, но не в семье. Здесь вас будут переполнять ваши эмоции, чувства. Вы, наконец-таки, откроетесь, доверитесь своему партнеру, да, человеку. Он как будто бы пробьет вашу оборону. В чем вы здесь оборонялись, не знаю, вышла карта пустая, которая говорит, здесь говорить не надо. Да, то есть те, кто в семье, у них как было, так и будет очень хорошо. Кто одинок на перспективу, да, семья, но, возможно, не в 22-м году точно. А те, кто в отношениях, ну, встречается, да, там будет разрушение каких-то, знаете, вот границ, где-то есть чувство, что кто-то здесь оборонялся от кого-то, да, защищался, то есть было какое-то недоверие. То есть, в принципе, вся энергия этого года, она и говорит о том, что вы придете к этому доверию. Как будет складываться профессиональная сфера? Так. Смотрите, у вас будут планы, у вас будут планы, у вас будут идеи, но где-то вы будете тормозить. тормозить из-за того, что есть какое-то вот прошлое, что-то связанное с прошлым, что у вас будет останавливать. Для кого-то, может быть, как-то его личная жизнь повлияет на профессиональную сферу, и как-то вот, возможно, не пойдете полностью в реализацию, то ли отвлекать будет, то ли первично будет для вас ощущение чувства, эмоции. Либо, как вариант, вы знаете, как-то вот будете стремиться, будет цель, будет видение того, к чему вы хотите прийти, но вот как-то на далекую перспективу, да, не на этот год, и вы будете к этому идти, но как-то с оглядкой на эмоции, эмоции вас будут выбивать в этом плане. Опять туз кубков. Да. Имейте в виду, что здесь на вас влияют ваши, ваш эмоциональный фон. Если ваша работа связана с эмоциями, ну, творческая, вот, то, то, как будет здесь развиваться ситуация по умеренности. Знаете, вот здесь, скорее всего, не показывают, как будет развиваться ваша профессиональная сфера, а здесь вам говорят о том, что придержи свой пыл, да, как-то вот придержи коней, не гони, не торопись, не включайся слишком эмоционально, будь в балансе, будь как-то вот терпеливее. Я не могу сказать, что этот год он будет такой вот открытый, яркий, вы придете каким-то там успехом. Нет, здесь такого не будет. Здесь все равно, опять-таки, вот отшельник приходит, который вас будет останавливать, знаете, опять выбивать эмоции вас из колеи. То ли здесь приоритеты немножко изменятся, и личная жизнь для вас будет более актуальной, чем профессиональная, но я не могу сказать, что вот вы от профессиональной сферы откажетесь. Я бы сказала так, что вы будете идти медленными шагами по отношению к тому, к чему вы хотите прийти. Знаете, здесь в чем дело? То, что вы себе наметили, либо это так высоко, либо это так далеко. Знаете, как чувство некого такого идеала, перфекционизма, и вы к этому стремитесь. И поэтому карты говорят о том, что не нужно туда, как говорится, на скорую руку бежать, торопиться это делать. То есть выстраивайте такой, знаете, хороший фундамент, оттачивайте свое мастерство. Здесь не про то, что как будто бы, знаете, эта цель, она на перспективу, на несколько лет, это вот я хочу, допустим, там стать топ в своей профессии. Вы понимаете, что это долгое время, да, это ты не можешь стать из одного дня в другой, потому что ты будешь себя как-то постоянно улучшать. И вот в этом будет в какой-то степени ваш дьявол проявляться как некий перфекционизм, да, то есть я хочу быть самым лучшим из всех, я хочу быть самым качественным. это неплохо, но это замедляет ваш путь, то есть имейте это ввиду, как говорится, медленно, но достаточно добротно, что ли, как-то так вы будете двигаться, и эмоции вас будут становиться. не прикладывайте силу, не надо делать через не хочу, через не могу, здесь не нужна дисциплина, здесь надо мягко в достижении того, что вы хотите. Здесь хороший потенциал, здесь хорошее качество выходит, но не нарубите дров, хочется сказать, не торопитесь, не спешите, и не медлите, и идите вот прям в ногу, да, в ногу по ощущениям. Если вы все правильно будете делать, у вас будет прилив энергии, у вас будет прилив сил, если либо чрезмерно много энергии, либо недостаток энергии, значит, где-то вы неправильно движетесь, вот это для вас ориентир в профессиональной сфере. Что у вас будет по финансам в новом году? Знаете, ровно, я не могу сказать, что будет какой-то взрыв, то есть, знаете, вот сколько приход, столько и расход, у вас не будет возможности откладывать на сторону как-то, да, вот будет ровно столько, сколько вам нужно, чтобы вас удовлетворять. Дело в том, что деньги будут, но будет очень много, как будто бы, знаете, вот каких-то по мелочам, то ли обязанности, то ли этому надо, то ли этому надо, то ли этому. Такое чувство, что вот если бы не было вот этих вот всех пчел вокруг нас, то мед бы хватило и мне, да, вот, но здесь деньги есть, но очень много еще и расходов, причем по мелочам, здесь не что-то такое крупное, а здесь вот это вот все время надо-надо. скрывайте свои доходы, не говорите, я не имею в виду от государства, я имею в виду, не говорите люди, потому что очень много завистников, очень много, знаете, вы какой-то вот манки, такой элемент, вот что по солнцу, что по семерке мечей, знаете, вот как будто бы вас хотят отобрать, у вас хотят урвать, забрать, здесь вот какое-то такое ощущение, да, что приходят к вам деньги, сразу появляются либо дети, либо родители, либо партнеры, мне надо, мне надо, как будто бы вам не надо, вот здесь вот что-то такое, поэтому не показывайте, да, свои доходы, не говорите, не рассказывайте, потому что в какой-то момент вы захотите от этих всех товарищей сбежать, потому что, ну, здесь в какой-то степени вы тоже устаете, и в эти моменты вы преувеличиваете влияние других людей на вас, все хорошо, вам главное, самое главное, что вы имели в виду, вам нужно быть в гармонии, в балансе с собой, то есть как только вы начинаете переживать, волноваться, вас сразу будут выбивать из колеи, это неправильно, вот чем больше вы будете в спокойном состоянии находиться, тем больше хочется сказать, к вам будут приходить деньги, вы всегда имеете в виду, будете ходить на грани, по лезвию ножа, не в контексте риска, а в контексте того, что вы будете срываться в эмоции, как-то волноваться, переживать, кричать, вот этого делать не надо, как вот только вы туда свалились, гоп, сразу у вас деньги ушли, как только вы в спокойном состоянии, к вам деньги пришли, но и пришли эти люди, которые хотят у вас эти деньги забрать, это тоже вызывает у вас эмоции, поэтому вообще энергия быть, знаете, вот в ровном таком хорошем состоянии, в котором вы пребываетесь, старайтесь не выбивать, не выходить из равновесия, из баланса, вот это вот главная, важная такая часть, хорошо, ну и последний вопрос, последний вопрос, на чем я посмотрю, как будут обстоять ваши дела со здоровьем, что у вас тут будет солнышко, да все хорошо у вас будет, да, смотрите, берегите свое сердечко, солнечное сплетение, всевозможные моменты эмоционального плана, потому что будет прям, когда вы будете переживать очень сильно желудок, да, психосоматика будет просто срабатывать, солнечное сплетение здесь с нервами в основном, да, здесь если что-то будет, какие-то вот нервные стрессы, переживания, страхи, волнения, здесь у вас будет прям желудок и сердце, а так в принципе все хорошо, колени у кого-то, если прям возрастные люди, но здесь просто потому, что не хватает какой-то гибкости в мышлении, да, то есть, ну с возрастом становимся более такими закостенелыми, не хватает гибкости, поэтому отсюда и психосоматика коленей, колени, локти, что еще здесь по здоровью, ну вот я говорю, да, утраты какие-то, переживания, если кто-то принимает какие-то, ну люди в возрасте принимают лекарства, вот, старайтесь все вовремя просто принимать, и все будет у вас хорошо, все у вас будет в гормон, потому что ощущение того, что кто-то здесь может забывать пить какие-то лекарства, и принимать, знаете, неправильно, либо много-много, ну допустим, мне надо было в обед, да, принять лекарство, я не принял, давай вечером две, допустим, таблетки, да, вот что-то здесь такое, вот это вот не делайте, лучше пропустите, и следующее вовремя, ну, в той, в той, как это, дозировке, в которой вам прописал врач, не надо, потому что здесь, неплохая энергия, просто вот огорчения какие-то могут быть, расстройства, переживания, и это будет причина, ну, как психосоматика, то есть каких-то вот серьезных переживаний, болезней здесь нет, да, почаще делайте анализ крови, потому что у кого-то, может быть, здесь еще, знаете, кровь слишком жидкая, но это опять-таки с возрастом может быть такое, нету сворачиваемости, может быть гемоглавин у кого-то пониженный, такое тоже может быть, ну, а так, в принципе, вот, такой у вас год, напоминаю, что если вы хотите личный расклад, такой для себя, в записи, в аудиозаписи, вот, со скриншотом, конечно же, я пришлю, пишите заявку мне на почту, почта есть в описании к видео, вот, и я сделаю такой расклад для вас, акция до 25 декабря, за 2000 рублей, так, я первую позицию, чтобы она, место здесь не занимала, уберу, все-таки мы ее просмотрели, да, вы уже единички знаете, вот, а мы с вами перейдем к позиции номер 2, красненькому камешку, так, ну что, двоечки, начнем сначала, то, как я делаю их в первой позиции, общая энергия, 2022 года, здесь энергия любви, но то ли это любовь внутри вас, если, допустим, вы женщина, это ваша любовь к вашему внутреннему мужчине, либо здесь энергия любви в общем какому-то партнеру, здесь, знаете, такое вот ощущение, что, возможно, с кем-то вы будете находиться на расстоянии долгое время, и вы вроде бы в контакте, но между вами есть какое-то расстояние, либо физическое, либо энергетическое, то есть вы не рядом, но вы смотрите друг на друга, вы повернуты друг к другу, здесь энергия любви идет, любви к самому себе, энергия больше, знаете, некого такого рационализма, я бы сказала, когда человек как будто бы то ли запрещает себе слушать свое сердце, то ли не хочет опираться как-то на свою интуицию, какая-то вот пелена, да, непонятная будет в 22 году ситуации, вот не все будет как будто бы вам понятно, ясно, но при этом вы, возможно, будете как-то все рационализировать, это здесь ощущение того, некая какой-то, вот знаете, вашей защитной защиты, это какой-то вот защитный такой механизм, да, лучше я буду приземленным, лучше я буду реалистом, чем витать где-то в облаках, но внутри есть вот это вот ощущение желания любви, любви к своему внутреннему мужчине, либо если вы мужчина к своей какой-то внутренней женщине, внутреннее здесь, два лица, вот мне показывают два лица, то есть внешний мир, он для вас какой-то такой жесткий, рациональный, понятный, ясный, стратегия, логика, это то, как вы будете проявляться, но внутри будет не хватать вот этой вот любви, единения, это будут глубокие душевные ощущения, это не фантазии, это не мечты, того, что я там хочу любви, или еще что, нет, а это внутреннее, знаете, ощущение какой-то вот душевности, близости, интенсивности, вот именно душевного какого-то состояния, баланса, вам не будет хватать, ну, дайте я еще уточню, на другой колоде, так, оп, на этой колоде, что я хочу понять здесь, какая у вас энергия будет, знаете, здесь как будто бы, будут какие-то возможности, шансы на исполнение ваших желаний, но вы их не будете реализовывать, то есть вы как будто бы выросли, нет, без лупы не увижу, здесь такие детали, прям совсем маленькие, вы как будто бы, знаете, выросли, переросли себя, но при этом что-то вот сделать для того, чтобы схватиться за какие-то возможности, шансы, которые вам даются, нет, у вас будет ощущение того, что я уже как будто бы, ну, вот, добился, либо добилась по максимуму того, что я хотел, я как будто бы уже в статусе, да, какой-то, вот, какая-то кранованная такая личность, но при этом, знаете, вот там, где вы находитесь, это вас ограничивает, вы уже выросли из этого, но почему-то выйти из этого вы сами не хотите, почему? Знаете, вот здесь как будто бы вы так привыкли, это ваша зона комфортно, вы, это ваша стабильность, скорее всего, то, к чему вы стремились, да, то есть вы уже это получили, и она, вот как будто бы, знаете, не по синьке шапка, но в то же время другую шапку я как будто бы уже не хочу, вот меня все устраивает, здесь какая-то стабильность, не могу понять, здесь нежелание, понимаете, здесь нежелание что-то изменить, я не могу понять, в чем причина, почему вы не хотите это изменить, потому что есть такие, возможности, есть такие шансы, вы вроде бы и доверяете вселенной, каким-то знаком, символам, но с другой стороны проигрываете, вот какую-то, знаете, тоже жертвенность, присутствует, знаете, как смирение судьбы, ну если судьба хочет, то так будет, как будет, а меня как будто бы все в принципе и устраивает, но при этом я не могу понять, что у вас за год такой будет, что за энергия, потому что здесь как-то вот странновато, в душе я хочу какой-то близости, душевности, я хочу, знаете, вот ощутить свою душу по полной, как-то, вы знаете, хочется рассказать, раскрыться хочу, но при этом внешне я одеваю маску строгости, структурности, понятности, то есть совсем другой человек, и с другой стороны, да, я хочу этой душевности, я хочу вот что-то такого глубокого, но меня в принципе все устраивает, потому что я как будто бы не хочу ничего и менять, но я знаю, что это то, что я проживаю, это не мое, очень противоречиво, энергии, ну хорошо, давайте разбираться, на что нужно обратить особое внимание в этом году, смотрите, либо здесь какая-то пара проходит, это человек, такой, знаете, чувственный, теплый, приятный, если это мужчина, да, с такой обволакивающей энергетикой, в котором, знаете, вот человек, с которым рядом расслабляешься, либо это человек может быть из прошлого, либо вы его уже знаете, либо это, если, ну то есть, я не говорю только про отношения, я вообще описываю человека, но это человек, который вызывает у вас очень приятные эмоции, ощущения, то есть, он как будто бы затрагивает какие-то глубины вашей души, и с другой стороны выпадает королева жезлов, такая независимая, яркая, решительная женщина, сама по себе очень гордая, коммуникабельная, такая общительная, человек, который любит проявлять и показывать себя в социуме, почему нужно обратить внимание на этих людей, смотрите, здесь может быть несколько моментов, один из вариантов, это это то, что как будто бы это две грани вашей личности, с одной стороны чувствительность, а с другой стороны вот эта вот яркость, поэтому вам нужно обратить на себя, на эти свойства, на эти качества, если это все-таки не ваши грани, потому что все равно общая энергетика мне показывает какое-то единение вашего мужского и женского аспектов, пассивного и активного, и вот здесь вот то же самое, только здесь мужчина выходит, пассивная и активная женщина, либо это внутри вас, либо это люди вокруг вас, почему нужно на них обратить внимание, потому что вы с ними проходите какой-то урок, что за урок вы будете проходить с ними, обнуление, обновление, здесь что-то новое будет, что именно, знаете, здесь как будто бы вас учат делать правильный выбор, это не обязательно, еще раз скажу, личные отношения, да, здесь может быть вас учат, знаете, либо опираться, вот как-то мне так больше идет, какой путь выбрать, опираться на голову, на логику, на разум, то, как я себя проявляю, когда я говорю, одеваю маску, либо выбрать для себя стратегию больше интуитивную, опираясь на чувства, что будет для меня лучше, вот это вот ваш урок, который вы будете проходить, вы для себя поймете, что мы еще посмотрим дальше вопрос, что вам нужно осознать, ну вот здесь вот общая такая энергия, сразу хочется мне вам сказать, что не надо выбирать что-то одно, то ли собираться либо на эмоции, либо на логику, а здесь и то, и другое в правильном по обстоятельствам, уметь принимать либо то решение, либо другое, но по обстоятельствам, там, где нужно включать логику, включайте логику, там, где интуицию, включайте интуицию, но здесь вот ваш урок именно касательно выбора, что именно вам нужно будет выбрать? И знаете, какая это вот ваша нерешительность, вот вы очень долгое время ждете, вам как будто бы, знаете, вам выбрать нужно будет либо вкладываться, либо уходить, оставлять, здесь все будет зависеть, я говорю, это духовный урок, все будет зависеть от того, что вам нужно будет для вашего развития, для развития вашей души, в 22-й год вы будете проходить развитие как-то вашей души, у вас будут моменты, когда вам нужно будет оставлять то, что для вас ценно, то есть это не обязательно развод, расставание, это может быть даже временное какое-то, да, вот кому-то, например, вам надо будет куда-то переехать на время, да, либо вашему человеку, допустим, на заработки, то есть вынужденное какое-то расставание, либо вообще с точки зрения развития, вам нужно будет оставлять очень ценные, важные для вас какие-то вещи и двигаться дальше, то есть вот то, что я говорила, выходить, вот она, одна из карт вашего расклада, выходить из вашей привычной зоны комфорта, то, к чему вы привыкли, то, потому что, знаете, здесь есть ощущение, вы в 2-3 раза можете больше, но вы выбираете меньше, как-то вот вы выбираете не лучшее, а среднестатистическое, то, что вы как будто бы себя ущемляете все время, потому что так удобно, потому что так безопасно, потому что так комфортно, вы как будто бы не проживаете свою жизнь, не заявляете о себе ярко, хорошо, что еще, на что здесь нужно обратить внимание, для кого-то действительно на детей, для кого-то здесь нужно будет обращать внимание на те предложения, которые вам будут поступать, для кого-то нужно будет, знаете, вот больше обращать внимание на что-то такое новое, свежее, на какие-то идеи, на какие-то свои мысли, для кого-то действительно реально если вы хотели иметь ребенка здесь идет рождение ребенка причем я не могу сказать конкретно это девочка или мальчик потому что мне это это проигрывается может быть двойне но здесь знаете вот вам что нужно будет на что опираться здесь однозначно сказать не могу здесь такая двоякая ситуация и вот все энергии они двойственные здесь вы как будто бы этот урок двойственности проходите для того чтобы понять что медаль одна а у нее просто две разные стороны и все зависит от того какой стороной вы держите эту монетку медаль потому что здесь вы идете именно к императрице то есть если вы мужчина то заключение официального брака с женщиной если вы уже в браке для вас будет играть большую роль мама либо ваша женщина из которой вы находитесь той статусная женщина какая-то будет играть роль может быть тетя может быть даже ну в общем женщина статусная важная значимая давайте так скажу а если вы женщина то вы должны прийти именно вот к такой сбалансированной гармоничной личности как императрица но вас колбасит здесь вот прям и так хочу и так нет вот так надо нет так надо и и вы не можете определиться оставляете все как есть хорошо чего стоит опасаться давайте мы посмотрим с вами чего вам стоит опасаться стресса очень много стресса будет ну конечно когда вы не можете определиться что вам сделать на что опереться да где вот этот ваш фундамент где ваша основа вас будет переживание волнение стресса и страданий вот прекращайте прекращайте создавать себе воспроизводить детские сценарии драматизировать какие-то вещи особенно там где будут какие-то расставания уходы переходы знаете вот если у вас взрослые дети они будут уходить из вашего гнезна вот это вот чувство утраты я теперь один очень сильные вот эти вот страдания покинутости чувство брошенности что меня оставили вот никчемности вот на это нужно обращать внимание не создавайте себе лишних страданий там где нету ну-ка я еще посмотрю вот здесь на что нужно еще обратить внимание вот вы проигрываете треугольник карт на что мы недавно рассматривали вот про жертвенность если не смотрели посмотрите расклад в разделе философских в плейлисте философских раскладов про жертвенность вот вы здесь проигрываете знаете вот такую какую-то вот жестокость по отношению к самой себе к либо к самому себя себе вы как-то знаете вот наказываете вам настолько бывает больно в те моменты когда вот вы стрессуете переживаете что вы сами себя наказываете знаете будьте осторожны со своими словами вы часто себе говорите нехорошие вещи в плане того что так тебе нужно ты ты это заслужил вот как-то знаете жестко вы очень жестокий к себе очень то есть вот жертва и агрессор вот вы посмотрите где вы сами себя наказываете вы проигрываете какой-то сценарий вот этот сценарий вам нужно проработать потому что агрессор это все-таки более активные энергии мужские а жертва это более спаси пассивные энергии женские и поскольку вас весь год будет вот именно на понимание что есть активная что есть мужские энергии что есть отдающие а что есть принимающие здесь ощущение того что вот ваш урок двадцать второго года он будет направлен как раз таки на понимание себя на понимание того как устроен мир как устроены эти силы дающие принимающие вот на этот баланс но здесь речь не о балансе вы не должны будете прийти баланс у вас будет бросать в крайне из крайности в вы ее будете узнавать по полной да то есть если радость то по полной если несчастье то по полной и вот это вот это будет вас изматывать очень сильно и вы будете либо себя как-то вот наказывать здесь очень много наказания на это обращайте внимание что вы много проигрываете вот здесь как раз таки вот эти вот энергии отдавать и принимать они уходят в минус потому что вы и вот прям знаете целенаправленно сами себя наказываете за что за что вы также стойки сами собой за свое доверие за то что вы как раз таки доверчивый человек за то что вы открыты вот вы не принимаете эту открытость вы не принимаете свою эмоциональность вам кажется что это совсем плохо но знаете сколько людей хочется знать как вот слова поддержки сказать сколько бы людей отдали все за то чтобы быть таким же эмоциональным ярким как и вы потому что это ваша жизнь это ваша энергия это вас проявление вас выражение вас и вы как будто бы отказываетесь от этого подавляете вы наказываете себя за это за свое доверие вы делаете знаете здесь обратите внимание с кем вы взаимодействуете с кем вы общаетесь вас не принимает потому что вы как будто бы не со своими людьми не с единомышленниками надо сменить окружение здесь очень много уроков очень много уроков будет двадцать втором году хорошо что приятного будет в новом году приятного давайте посмотрим приятное что же есть а знаете здесь вы как будто бы поймете свою роль вообще жизни да для чего вы как будто бы родились что вам нужно делать куда вы идете почему вы такой почему вот то что я говорила да про эмоции насколько это важно вот вы как будто бы свое вот это вот предназначение поймете еще приятные вещи сила сила вы очень много будете находиться на природе да как-то вы ощутите свою силу в каких моментах вы чувствуете себя сильнее даже те же самые эмоции насколько они несут вам благо да насколько вы ощущаете вот здесь урок действительно на то что может быть вернется ваша сила да вы ее будете забирать из каких-то возможно отношения своих здесь очень насыщенный на уроке год идет прям очень мастерство да здесь вы будете возможно еще и оттачивать свое мастерство понимание причем именно какие-то духовные практики тоже можете делать так давайте я посмотрю на этой колоде что же еще приятного вам привезет новый год знаете чувство того что по окончанию 22 года даже концу ближе да вы как будто бы перестанете быть нуждающимся человеком вы поймете какую-то мудрость откроете мудрость в себе скорее всего весь 22 год он научит вас чему-то такому очень важному вы перестанете быть возможно зависимыми здесь вот прям конец года показывает от других людей до от просящегося нуждающегося вы как будто бы наконец-таки поймете вот себя поймете себя до высший суд представляете у вас концу года придет перерождение вы примете себя здесь весь год будете бороться сражаться с собой принять не принять так не так надо не надо вас будет мотать колбасить в конечном итоге в конце года вы выйдете таким мудрым человеком на куна наберете столько опыта столько знаний что вот прям это приведет вас к тому что вы переродитесь вы родитесь заново и выйдете уже здесь 23 год у вас в 23 год вы пойдете знаете как-то со стабильной стабильными какими-то ценностями знаниями что вы будете их передавать для кого-то может быть и семью обретете и если для вас стоит такой актуальный момент но это может быть стык 22 23 до либо 23 год но уже где-то первые три месяца там если для вас важна семья но здесь вы как будто бы знаете либо для кого-то если ваша родительская семья вам важно вас наконец-таки примут вас наконец-таки оценят но здесь не то что вас недооценивают а здесь ощущение того что 22 год вас как будто бы обучает чтобы вы поняли и осознали свою собственную ценность понимаете какой глубокий урок и вот когда вы ее поймете тогда как будто бы знаете вот как в театре последний акт маски сбрасываются и все актеры хлопают и как-то знаете ну хвалят главных героев что ты молодец ты это справишься здесь главный герой он такой шоке а что это была игра и вам как будто бы говорит да это все был постанова она была сделана для тебя что вот ты пришел к этим осознанием чтобы ты понял что ты изменился стал другим человеком то есть как будто вот действительно была какая-то вот постановочная сцена для того чтобы вы приняли себя наконец-таки чтобы вы перестали себя наказывать винить обвинять не принимать ну в общем терпение двоечки так какой основной духовный урок вы пройдете в двадцать втором году давайте посмотрим какой урок но вот смотрите двойка мечей вот я говорю я не знаю насколько вам видно женщина сидит и она в руке держит маску с одной стороны одно лицо с другой другой да вот это вот знаете двойственность вы как будто бы то что должны были познать то что должна была познать ваша душа за все ваше воплощение вот это все будет скоплено в двадцать втором году для вас вы будете познавать вот эту вот двойственность ваш духовный урок на то чтобы вы сняли свою маску чтобы вы перестали вот это вот не случайно непонятная в начале мне была энергия сейчас она мне конечно же понятно я я я хочу быть умнее я хочу казаться тем кем я не являюсь я хочу быть таким как все чтобы не выделяться вот это вот вот это урок то что вы снимете вы снимете эту маску вы будете показывать где-то в какой-то момент что если вам больно вы это будете показываешь если вас огорчили вы это будете показывать если вы радуетесь вы это будете показывать вы научитесь либо должны научиться быть собой в разных моментах и не бояться это показывать не бояться проявлять себя да здесь аркан смерти вам не нужно будет бояться ваших слез вам все равно так или иначе нужно будет двигаться дальше где-то можно быть в какой-то момент вслепую но знаете вот никто как говорится ни одна бабочка в коконе не остается так или иначе трансформация проходит и вот изменения не пройдут у вас здесь изменения в вашем сознании должны произойти вот я не случайно говорю о том что вы должны измениться измениться не в плане того что стать другим человеком наоборот стать самим собой уметь оставить себя и говорить да я такой да мне хочется плакать да это может быть нет традиционно непривычно да так вот так ну не любят люди конечно это неприятное ощущение так это кто-то переживает плачет проще видеть улыбки на лице но если на душе кошки скребутся зачем я буду одевать эту маску показывать то кем я не являюсь вот он ваш король кубков и королева жезлов как раз таки на королева жезлов ей характерно именно жесткая мужская позиции я не покажу людям насколько я ранимая да потому что я я не хочу показывать свои уязвимые места и поэтому она бывает такой достаточно жесткой до что и показывает что в моей жизни все хорошо прекрасно на душе может быть кошки скрипутся да только потому что чтобы ее как-то знаете не жалели потому что вот это вот ей не нравится двоечки гляжу я будут у нас с вами глубокие расклады вот этот основной урок вы должны быть против что должны будете понять или осознать давайте вот я на это посмотрю голоде исцеление души что вы должны будете понять и осознать что вы нет прям выпала карта одаренности до что вы одаренный человек что ваша эмпатичность это не враг это ваша сила это не ваше уязвимое место это ваша мощь который надо пользоваться да вот вы как будто бы примите эту одаренность то свое мир вы должны прийти к миру вот даже если вы посмотрите на эту карту на смотрите женщина сидит позе лотоса и опять-таки два лебедя до которые делают как сердце голову до внизу две рыбки вот вот эту двойственность свою да вы должны будете осознать свою природу вам не надо будет от чего-то отказываться вам нужно будет научиться в правильном времени использовать нужные вам качества открывается вам человек и вы открываетесь знаете вы как это как быть зеркалом отдавать то что дают вам с вами жестокие и вы покажите свою строгость с вами мягкие и вы будьте любезными понимаете и здесь не надо будет себя ломать и как-то вот поделываться по других у вас свой путь вы одаренные понимаете из карта выпадает говоришь о том что вы одаренные делайте акцент на на этом они на наказание себе за свою чувствительность за свою ранимость будьте вот карта преданности да будьте преданы себе будьте верны себе в любые ситуации в любых ситуациях неважно какой вы какая какие обстоятельства да не придавайте сами себя это вот очень очень важно прямо действительно духовный урок который вы будете проходить ну и теперь мы быстренько посмотрим что у нас будет происходить по сферам значит что у нас будет сфере отношений общая энергия суд уже второй аркан суда выпадает знаете перерождение перерождение принятие здесь в отношениях в том числе и межличностных родственных тоже такое может быть здесь как будто вы знаете пересмотрение всей ситуации знаете вы когда вы научитесь снимать себя маски вы тогда очень хорошо научитесь распознавать других людей и понимать почему другие люди носят маски вы увидите намного больше и шире того чем вы смотрите то есть если для раньше для вас это человек был врагом когда вы поймете почему вы носите маски почему вы так поступаете то тот кто был для вас врагом вы поймете что скрывается за его подлостью за его каким-то негативным поступком агрессии может быть по отношению к вам вы научитесь видеть и шире мыслить намного шире здесь в отношениях у вас общая энергия того что пройдет какое-то завершение какого-то цикла очень большого важно вашей жизни произойдет переоценка ценности перерождения очищения выздоровления здесь очень хорошие моменты да то что помогут вам дальше двигаться то есть вы как будто вы поставите все точки завершите все что было в прошлом и пойдете уже обновленные здесь как будто бы знаете вот прошел момент крещения накрестили новый ребенок до либо вот в печи вы бросили закалился этот меч и все то есть он стал твердым жестким и он теперь но является для вас оружием то есть вас как будто бы это у меня тройки были такие как закаляло стали а вот вас двоечки в конечном итоге закалит вас сталь 2 в двадцать втором году хорошо для тех кто уже в семье в семье что здесь но здесь смотрите у вас будет ощущение что как-то ничего не происходит не развивается но самом деле это только вашей голове что вы как-то скованы вас никто не держит вы почему-то вот опять таки вот это вот четверка мечей я вам ее хочу показать потому что это общая энергия энергия всего года когда девочка сидит вот в этом аквариуме она в него уже выросла но почему-то она оттуда не выходит бездействует так вот здесь восьмерка мечей говорит для вас на том что у вас нет не связанные не руки не ноги ничего клетка пустая да то есть выходе действует вы сами как-то не хотите то ли привыкли но при этом вы знаете как-то вот с надеждой на какое-то светлое будущее при этом не понимая того что чтобы это будущее пришло вам нужно что-то сделать вам нужно выйти начать действовать вы как будто бы этого сами не хотите да не хотите просто брать ответственность поэтому те кто в паре ну вот как у вас было так и было так и будет если вы что-то не поменяете ничего в принципе и не поменяется скучный для вас год если вы ничего не будете делать сами себя связывайте здесь опять-таки сценарии проходят очень глубокий ладно не буду сейчас в это копаться но потому что вот там двойка вот прям уроки 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 хорошо если вы ищете себе партнера королева кубков выпадает да ну и король да 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 если вы ищете вы найдете себе партнера причем именно для брака потому что король педакли он все равно как архетип человека такого стабильного постоянно даже если это не будет брак официальный да это будет вот постоянные отношения да как минимум постоянно наши стабильный человек которого можете опереться он дает вам заботу вы даете любовь прям очень хорошая пара при если вы уже в отношениях но не враги идете в будущее я смущает здесь стройка мечей да потому что именно в этой колоде она говорит о любовных треугольниках что я в принципе не не приемлю 2 но здесь просто карта такая она изображена как расставание видите фотография пара развивается от этого боль если вы в отношениях здесь знаете что может быть в дальнейшем и выпадает маг от вас будет зависеть расстанетесь вы или нет почему потому что у меня такое ощущение что если вы действительно все правильно верно проработаете какие-то свои уроки то вот этого чувства вашей мягкости жертвенности ненужности да вы как будто бы ее перерастете и захотите сами других отношений отношений до помогу которые будут удовлетворять ваши какие-то внутренние потребности здесь кто-то уйдет но не потому что вмешаются другие здесь вот ощущение что вы как будто бы уже не захотите вас не будут удовлетворять эти отношения то ли вы почувствуете знаете слишком увидите я говорила же про суд у вас глаза откроется вы увидите насколько ваш партнер эгоистичен и вам это уже не подходит то есть вы смотрите если вы пройдете урок вот этой вот своей жертвенности туда вы это увидите если не пройдете то захотите к нового начала если расстанетесь то захотите нового начала здесь все от вас будет зависеть потому что карта солнце здесь какое-то знаете она проходит как а некий такой эгоизм и маг тоже он у нас говорит про эгоизм про я про значимость про важность это будет либо ваша важная значимость либо вашего партнера и вы это увидите и поймете что слишком здесь уже все ну жестко по отношению меня и я не хочу так по-разному по-разному как вы решите помните да год начинается с того что вы должны ваш урок уметь делать выбор того что вы хотите для себя что важно для вас так как будет складываться профессиональная сфера девятка педаклей прекрасно вот профессиональная сфера у вас будет все хорошо ну то есть если вы здесь как будто бы одушину найдете да в профессиональной сфере потому что выпадает девятка педаклей и рафан вы если вы искали свою какую-то свое дело да в чем и как чем заняться вы найдете потому что и рафан эта карта истины когда вы находите правильности вы находите свое дело да правильно это что вас будет наполнять то что вам будет приносить удовольствие то что вас будет обогащать расширять либо на опыт либо на знание здесь вот профессиональной сфере хорошо давайте я еще дополню но мне кажется здесь каждый новое начало желание до выйти вот в профессиональной сфере вы что-то меняете, в профессиональной сфере у вас будут изменения, вы не захотите остаться там, где вы находитесь, вы захотите получить большего, потому что уйдете от четверки, придете к девятке. Да, захотите перемен, захотите выйти из какой-то своей стагнации, стабильности, здесь в принципе неплохо. Хорошо, ваши финансы. Ваши финансы. Ау, финансы. Аркан императрицы, но мне, я не думаю, что ваши финансы будут прям так хороши. Хочу сказать, что знаете, вот как подлупы будете рассматривать. По мелочам, по мелочам. Знаете, как будто бы много шума из-за ничего. Много шума. Нет, с финансами здесь не очень хорошо, с финансами знаете почему? Потому что ваши финансы, они будут завязаны на ваших отношениях. Они будут завязаны на ваших отношениях, даже не столь на любовных, сколько на вашем отношении к самому себе. То есть пока вы сами себя предаете, вот и находитесь вот в этой состоянии жертвенности, все уроки вот эти духовные, которые вы должны пройти. Вы также жертвенно относитесь и к деньгам. Поэтому с работой, да, но денег нет. Хорошо. Просто мысль другая пробежала. Ваши финансы. Ваши финансы. На какой колоде мы посмотрим. Что-то надо было взять другую. Уже не дотянусь до туда. Ладно. Давайте посмотрим. Ваша финансовая сторона. Что у вас будет с финансами? А нет, с финансами я же посмотрела. Sorry, sorry, я же посмотрела. Как будут обстоят дела с вашим здоровьем? Финансы я же посмотрела. Здоровьем. Что у вас будет со здоровьем? Со здоровьем. Головные боли, мигрени, давление. Давление, руки холодные, ноги холодные. Не потому, что у вас проблемы с сердцем. Потому, что у вас проблемы, знаете, как-то с головой. В плане того, что... Ну, то есть все болезни связаны с головой. Из-за страхов, да. Когда боимся страхи за закупоривание кровяных сосудов каких-то, тромбозы. Такие тоже могут быть. Причем это не весь год, а это вот какие-то этапы. И мигрени, если будут от того, что вы боитесь. Боитесь пойти в новое. От страхов. Здесь, если здесь какая-то патология... Здесь, знаете, вот опять-таки, кислороды легкие. У кого вопросы с легкими, с дыханием, это будет связано с того, когда вы не можете принять решение. То, что вас учат, да, выбор. Вы задыхаетесь. Нет удовольствия от жизни. Почему? Потому что не берете ответственность. Не делайте выбор. Неважно, какой выбор. Вы... Здесь очень много страхов. Вообще что-то выбрать. Как-то получить какую-то определенность. Вы привыкли жить в неопределенности, в неясности. А когда ясно, четко, вам... Вас это пугает. Когда все светло, вас это пугает. Потому что ваши глаза, как кошачьи, привыкли в темноте. А во время дня, когда светло, все ясно, прозрачно, вы теряетесь. Я не знаю. То есть вы привыкли к трудностям. А когда без трудностей, вы не знаете. Поэтому здесь со здоровьем все, что связано с дыханием. Да, легкие. Здесь легкие тоже. И еще меняйте свой образ жизни. Делайте его более активным. Более подвижным. Внимание на излишки. Излишества. Всевозможные излишества. Не знаю. То ли это с работой связано. Трудоголизм. То ли это будет связано с едой излишне. То ли это вот связано. Если мужчины, проверяйте. Здесь простатит идет. Либо какие-то сексуальные болезни. Сексуального порядка. Имейте в виду аккуратно венерические заболевания для мужчин. А если совсем взрослые мужчины, здесь может быть с простатитом связано. Что-то с сексуальностью. С вашей системой. Так. Это для мужчин. Ну, вот такой у меня был для вас расклад двоечки. Напоминаю, что до 25 числа есть акция. Если вы хотите получить такой же расклад. для себя индивидуальный. Пишите мне на почту. Я сделаю такой же под вас в аудио формате со скриншотом расклада. Вот. И по цене 2000 рублей. Пишите, кому будет интересно. Так. Двойчик мы тоже убираем отсюда. Благодарю вас за внимание. Это мы уже все посмотрели. Место, чтобы мне не занимало. Так. И мы с вами... Я не вижу. И так, понятно. Есть время. И мы с вами переходим к третьей позиции. К зелененькому камешку троечки. Привет, привет. Давайте посмотрим вашу... Сейчас я уберу эти колоды. Энергию года. Общая энергетика вашего года. А потом в конце года, когда я подвожу итоги. Плюс ко всему, посередине года, где-то через 6-7 месяцев тоже подвожу итоги. Где-то сохраните себе этот расклад. Потом перепроверите. Ну, по крайней мере, я так делаю. Так интересно. Любопытно. Итак. Общая энергия вашего года. Любовь. Любовь. Во всех ее проявлениях. Со всеми. С собой. С другими. Здесь, знаете, вы как будто бы любовью излечитесь. Вылечитесь. От чего-то в прошлого детского травмирующего. А у кого-то были аварии. И вот была какая-то действительно серьезная психотравма. Здесь идет лечение. Вот здесь в прямом смысле любовь, как бы громко это ни звучало, станет для вас... Вашим лекарством. Какой-то период мне идет, знаете, где-то апрель до середины июля. Вы будете... Вы будете... Это тот период, когда вы будете лечить. Лечить себя свои какие-то травмы. Травмы прошлого. Знаете, не потому что ситуация такая будет, а потому что вы будете готовы. И мне здесь показывают, когда внутри человек созрел, и он готов в это заглянуть. И поскольку у вас будет готовность и желание проработать как-то свою травму, вам это удастся. Знаете, это старое, это что-то такое давнее. То, что где-то вы уже забыли об этом. Это я не имею в виду физическая какая-то травма. Хотя такая тоже может быть. Это скорее всего психосоматическая какая-то такая. Вы будете готовы нырнуть туда, поковыряться, поработать и вычистить. И вот у вас прям произойдет какое-то такое облегчение. Прям дополнительный прилив энергии, сил у вас появится. Как-то, знаете... Это напоминает мне очень сильно, как человек, у которого были какие-то, знаете, фобии. Например, там, страх высоты, там, страх змеи, мышей, не знаю, что-то такое. И вы пошли против своего страха. Вы это сделали. И вы молодец, вы себя как-то зауважали. Здесь вопрос не в том, что у меня эта фобия уходит. А здесь какого-то могут быть даже панические атаки. Но вы как будто бы, знаете, вот вылечите это. И вот эти панические атаки, они не станут контролируемые. Они не будут вас так пугать. Вот что-то здесь такое. Еще энергия года. Будут периоды... Ну, здесь разные точно. Будут периоды в вашей жизни, когда вы будете в неком таком затворничестве. Не то чтобы в меланхолии, а я... Я ничего не хочу. Такое, знаете, вот апатическое состояние. Холодные месяцы. То ли это осень, то ли это зима. Скорее всего, ближе к осени. Такой, знаете, вот октябрь, по-моему. Октябрь, ноябрь. Здесь такое вот какое-то апатическое состояние. Я не хочу. Это когда вам, например, там друзья, подруги говорят, да, пойдем вот туда сходим. Не, я не хочу. Какая-то такая хандра, да, хандра. Давай этим займемся. Ну, ты же хотела. Не, не, я не хочу. Давай туда поедем. Нет, иди без меня. Я тут посижу. Здесь какая-то такая хандра будет. Но 100% энергия будет направлена на единение с самим собой, на любовь к самому себе и вообще на понятие любви. Наполненность. Это не яркие эмоции восхищения, восторга. Я молодец, я в блаженстве там, с миром, с Творцом. Нет, здесь не про это. Здесь энергия про то, что вы ощутите свою силу. Насколько вы сильны. Но не сильны не потому, что трудности вас закалили, а вы как будто бы нашли внутри себя вот это вот единение, внутренний стержень, внутренний опор, на что вам опереться. Вот это, знаете, как-то, когда мы говорим, да, с внутренним голосом, с самим собой, говорю, вот вы как будто бы в мире, в единении, в любви к самому себе. Вы нашли себя, вы обрели себя. Вот здесь такая энергия года. Вы будете на протяжении всего года желать выйти из какой-то каши, заварухи, куда вас втягивают, непонятные ситуации. Вы будете стремиться весь год искать ясности, четкости. Вы, даже если вас куда-то раньше втягивали, заманивали, сейчас вы это не будете делать. Вам нужно будет, во-первых, вы опираетесь на себя, сугубо на себя, на свои понимания, на свое мировоззрение. Но это не потому, что вы консервативны, а это потому, что вы четко, как-то вот интуитивно будете считывать там, где что-то непонятно. Ну зачем мне это нужно? Не, я не хочу. Так я хочу четко, конкретно, понятно, куда пойдем, зачем пойдем, для чего. Вот вы будете всегда искать солнце, прозрачность во всем абсолютно, в работе, в финансах, в друзьях, в отношениях, с самим собой. Здесь вот как будто бы вы себе такую установку будете давать, что там, где есть свет, там буду я. Вот вы выбрали для себя светлый какой-то путь. Хорошо, смотрим дальше. На что нужно обратить внимание? На какой колоде я смотрела? Вот на это давайте посмотрю. На что вам нужно будет обратить внимание? Знаете, обратить внимание нужно будет на то, что иногда вы никуда не едете. Будут периоды, когда, скорее всего, будет создаваться такое ощущение вашего продвижения по жизни, а на самом деле его не будет. Это будет, либо у вас будет ощущение того, что вас, может быть, дети вас ограничивают, вот какие-то ваши хлопоты, ваши заботы будут ограничивать и останавливать вас от дальнейшего движения. И здесь вы как будто бы выбираете это, да, я хочу, но на самом деле это завуалированный такой, знаете, страх отказаться от дальнейшего прорыва в своей жизни. То есть вы понимаете, что вы доросли до того момента, когда нужно уже совершить прорыв, уже двинуться вперед, далеко вырваться от других. Но вы как будто бы прикрываетесь, прикрываете свое бездействие за маской того, что, а мне надо за детьми ухаживать, а мне надо, ой, за этим проектом там еще поработать, а мне надо это позаботиться. Плюс ко всему вы цепляетесь за то, что вам очень дорого, где-то, может быть, за свои какие-то идеи касательно проектов, касательно вообще каких-то вещей, и это вас будет ограничивать. С другой стороны, вам нужно будет обращать внимание на те моменты, когда, вот я говорила, вы хотите ясности, четкости, когда у вас этого не будет, когда у вас будет уходить земля из-под ног, когда вы будете чувствовать себя несостоятельным. То ли мне не хватает навыков, то ли мне не хватает знаний, то ли я не могу реализовать свое желание. Здесь вот такое вот ощущение, что вы как будто будете показывать свою беспомощность. Я не могу, да, но это не так. Вот здесь за этим что-то скрывается, это не так. Почему что здесь не так? Знаете, вот нету движения, что здесь не так? Нету движения, вот у вас, как будто бы, знаете, здесь одуванчик, и цветок расцвел, да, и вот на него прилетают бабочки, и все хорошо, но все равно это вот какой-то вот одуванчик, да, то есть это нету движения, нету ног у человека. И здесь нету ног, и здесь все стабильно. Вот нету движения. На это вам нужно обратить внимание. Здесь как будто бы, знаете, эфемерное все, на то, что эфемерное. То есть какой-то вот разовый, не долгосрочный, а разовый вариант. Вот вам на это нужно обращать внимание. Скорее всего, вы не выстраиваете что-то такое долгосрочное на перспективу, разовое, либо наоборот, если вам будет предлагать какую-нибудь там разовую подработку, да, либо какие-то там разовые отношения. Да, это будет все такое манящее, все такое классное, но в этом не будет развития. Вот обращайте на это внимание, для чего вам это нужно. Еще на что нужно обратить внимание. На свое движение, на свое движение, на цель, на что вы нацелены. Вам нужно двигаться, вам нужно видеть результаты. Где-то в каких-то моментах вы будете даже бескомпромиссны, и вот это вот вас будет как-то ограничивать, останавливать. Знаете, будут такие моменты, когда с вашей точки зрения предложения, которые будут вам даны, они как будто бы вас не устраивают. Почему? Потому что там, знаете, вот то, что я сказала, да, про разовость, там результат, он будет через какое-то долгое время, на перспективу, не сразу. И вас это будет как-то останавливать. Вы как будто бы сразу хотите какой-то результат. А этого результата нет. Нужна перспектива, нужно вкладываться. А вы по какой-то причине хотите, чтобы это было сразу. И это будет вас как-то сковывать. Да, это будет вас останавливать. Вы будете по этому поводу переживать. Может быть, ситуации будут такие, что вы сразу не видите результата. В чем-либо. Либо ваши ощущения будут того, что нету каких-то действий. В общем, что-то с движением здесь. На это нужно обратить внимание. Чего стоит опасаться? Давайте посмотрим. Чего вам стоит опасаться? Война. Борьба. Вот я говорила про любовь, да, общая энергетика. Вот вам нужно опасаться как раз-таки внутренней борьбы. Здесь не внешняя. Здесь внутренняя борьба с самим собой. Потому что это вот как-то вызывает в вас какую-то трагедию. Что-то напоминает в прошлом. Какой-то урок здесь. Что это за урок? Нужда. Урок, что вы нуждающийся. Вот то, что я сказала, да, когда вы будете весной, ближе к лету, да, апрель, июль прорабатывать, вот эта вот травма с этим как раз-таки и связана. То, чего вы будете опасаться, с этим и связано. Это нужда. Это когда здесь может быть сценарий того, что вы что-то просили своих родителей вам купить, а вам все время говорили, у нас нет денег. Вот это вот, знаете, вы устали от того, что вот этой нищеты, быть все время нуждающимся. Я устал слушать все время отказы, что мне не дадут. И вот это вот убеждение, оно так глубоко у вас заикарилось, что вы периодически, вам сложно преодолеть себя, просить о помощи, обращаться к кому-то, зачем-то. Да, вот эта вот внутренняя борьба, когда вы понимаете, что иногда надо, да, надо кого-то попросить. Надо с кем-то выйти на связь, что-то сделать. Вот это вот вы ненавидите в себе, вот это вот ощущение быть нуждающим, быть обязанным другому человеку. Потому что, знаете, вы, наверное, тот человек, который не может пройти мимо людей, либо животных, как-то вот каких-то, знаете, тех, которые нуждаются. Вам легче отвернуться не потому, что вы жесткий человек, а вы не можете на это смотреть, потому что в этом вы видите, это ваше зеркало, вы видите себя. Знаете, вот то состояние, когда нужда вас заставляет пойти, например, там, я не знаю, к бывшему своему какому-то партнеру, да, мужчине, женщине, что-то ей сказать, что-то передать. Вот внутри вас это все воюет, это борьба. Здесь, скорее всего, вам это надо будет исцелить, поэтому это и выпадает. Вот жадность. Как раз-таки с этим, смотрите, вот эта нужда, здесь у вас заложен непосредственно сценарий, связанный с отношениями, эмоции и деньги, финансы. Ощущение как раз-таки, год у вас направлен на то, что вы пришли к любви, к пониманию, к наполненности, к целостности. Но к этому, чтобы вы пришли, да, к этому общему уроку, вам придется вскрывать в себе, знаете, вот вы становитесь жадным человеком. Почему? Потому что вам кажется, что вам самому не хватит, как будто бы, да, поэтому вы вынуждены отказать. Это здесь какой-то вот этот вот сценарий детский. Я тебе не дам, потому что мне самому не хватит. Может быть, в детстве у вас забирали, там, не знаю, конфетки, поделись с этим, поделись с этим, или забирали последние игрушки, что-то. И вот это вот чувство, что у меня все время забирают что-то, мне самому не хватает. Здесь ощущение того, что, знаете, за все надо бороться, за все надо платить, что мир несправедливый, что всем ресурсов не хватит. А вас будут учить весь год, что ресурсы хватает всем, и вы должны будете прийти к этому. Но вот когда вы придете к этому единению внутри себя, о котором я говорила, о любви к самому себе, с миром, вот этого взаимодействия, тогда вы поймете, что ресурсов хватает, и денег хватает, и всем всего хватает. И тогда вот эти вот сценарии вы проработаете. Это болезненные сценарии, я не знаю, что у вас произойдет, но вы их будете прорабатывать. Жадность нужда через борьбу, через, это внутренняя борьба, внутренние ваши убеждения, то, что будут воевать. И почему здесь вопрос был задан, чего стоит опасаться? Вот стоит опасаться как раз того, чтобы воевать самим собой на этот счет. Вот. Хорошо, ну что ж такого приятного-то будет в этом году-то? Давайте посмотрим теперь, что приятного, что неприятного. Посмотрели, что приятного. Партнерство. Смотрите, какая прелесть, да? Здесь у нас была любовь. Я вот вам прям просто покажу, и как карты всегда говорят, очень красиво. Вот смотрите, вот это вот общая ваша энергетика, о которой я говорила о любви, да? А вот здесь вот эта вот карта партнерства. Ну, посмотрите, какая прелесть, то же самое, да? Два человека, два человека. А вот здесь вот то, что я говорила, чего нужно опасаться, так вот этой борьбы. Посмотрите, здесь опять-таки два человека, две вашей грани, два вашего качества между собой борются. Смотрим теперь другую колоду, да, единения. Посмотрите, две девочки, а у них одна на двоих общая коса сплетена. Опять-таки про единство, опять-таки про единение. Блин, что приятного? Так вот, приятного может принести партнерство. Либо человек, который поможет вам проработать вот этот вот ваш сценарий болезненный. Либо для кого-то, может быть, и отношения, ну, по-разному. Партнерство, оно может быть разное, да? Может быть, дружба какая-то будет. Что еще хорошего будет в этом году? Красивая жизнь, да? Желание либо красивой жизни, либо наоборот, стремление к этому, да? Это то, что вас, возможно, будет мотивировать. Благодарность. Знаете, когда вы научитесь благодарить. Но благодарить не просто так. Вы знаете, сначала нужно это качество в себе взрастить. А когда вам постоянно больно-больно, сложно благодарить, когда тебе плохо. Когда тебе чего-то не хватает в жизни. Поэтому хочется сначала получить, а потом научиться благодарить. Но вы к этому придете. Вы обязательно к этому придете. Что приятного будет в новом году? Шестерка педакли, когда вы научитесь правильно взаимодействовать с миром. Вот вы как раз-таки вот это вот единение. Что еще приятного будет? Маг. 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 Волшебство, да? Когда вы создаете все, что вы хотите. Исполнение ваших желаний. Да. И император. Как раз-таки исполнение ваших желаний так, как вы хотите. Что вы хотите? Научитесь устраивать правильно границы. Научитесь говорить людям. Да? Убеждать их. Почему-то мне кажется, что кто-то дом купит. Не знаю. Как-то для кого-то. Причем не в городе. Где-то на деревне. Ладно. Хорошо. Ваш основной духовный урок. Ваш основной духовный урок по верховной жрице. Духовный урок вы поймете, что нужно уже начать что-то делать. Вот это вот движение, да, бездействие. То, что у нас было. Неумение совершить прорыв. Вот это вот вы и поймете. То есть, ну, достаточно знаний, пора их применять на деле. На иерофант. Иерофант выходит. Духовный урок. Вы поймете в вашем единении, знаете, что материя, она одухотворенная. То есть, вы найдете эту красоту в материи. Вы получите какие-то очень важные знания, которые начнете применять в своей личной жизни для того, чтобы она стала вот такой красивой. Для того, чтобы она стала изобильной. В чем еще ваш духовный урок? Три великих аркана. Представляете, на духовный урок. Аркан звезды. Вы, как будто бы, знаете, найдете свою красоту, гармонию. Вы придете к какой-то гармонии. Гармонии в своей жизни. Здесь не про баланс. Здесь про умение видеть мир таким... Про принятие. Здесь даже не про красоту, а про принятие. Какие-то истины вам откроются здесь глубокие. Может быть, какие-то сакральные практики вы будете совершать. Уроки ваши, они будут связаны непосредственно с вашей душой. Это не какие-то материальные вещи. Нет. А это вот как раз-таки именно взаимодействие с тонким планом. Что вы должны будете понять, осознать, что нужно вовремя убирать, удалять то, что не работает. Насколько важно принимать решение и двигаться. Насколько важно уметь отдыхать, расслабляться. На самом деле отдых – это просто переключение с одного занятия на другое. Что это не безделье. Это просто вы переключаете свой фокус внимания с одного занятия на другое. Не циклитесь. Что еще вам нужно будет понять и осознать. Знаете, иногда сделали что-то – отпустите. Вот умение отпускать. И пускай оно реализовывается. Вот это вот ваша общая энергетика, что я хочу сейчас получить. Я не хочу потом. Мне важно сейчас. Иногда то, что вы хотите, сразу оно не реализовывается. Потому что, возможно, те вещи, которые вы хотите, нужно время для них. Нужно обстоятельства. А вы как будто бы хотите здесь и сейчас. Вы научитесь, знаете, вот то, что я говорила вначале про понятность, про ясность. Вы научитесь общаться с людьми на их языке. Вы перестанете додумывать за людей. Вы перестанете воспринимать других людей, как какие-то, я не знаю, инопланетяне, непонятные, непонятном языке разговаривающие. Вы как будто бы перестанете видеть того, чего нету. Да, то, что не присуще. Вот эта вот ясность. Вы будете это все прояснять. Поэтому вы перестанете быть нуждающимся. Вот то, что говорила, да, вам нужно понять, что вот эта вот ваша нужда, она внутри вас, вот эта вот бездуховность. И в этом году у вас будет этот урок на духовность, на вашу. Здесь общее вот это чувство того, что мне, как так сказать, мне самой не хватает. Я не могу это дать другому, потому что мне самой мало. Вот с этим весь год вы будете работать. Здесь тяжелый какой-то вот, что такое глубокое, что такое, знаете, слой какой-то старый, давний, долгий, тяжелый. Что вам нужно осознать-то, понять? Ту спиндакли, понимаете? Вам нужно осознать, понять, что шансы всегда есть. Возможность на то, чтобы изменить, всегда есть. Что мир действительно изобилен. И вот Высший суд выпадает. Конечно. Вам нужно понять, что вы получаете на самом деле то, во что вы верите. И вот если вам что-то не нравится, надо менять как-то свое мышление, увидеть эти сценарии, осознать их, понять. Для того, чтобы очиститься, переродиться, исцелиться, завершить, пойти дальше. Пойти дальше. Здесь большой такой вот, знаете, большой период будет завершен не сейчас, а тот, который был давно-давно, но как-то тянулся-тянулся из прошлого. И вот здесь как-то изменятся семейные ценности, что-то связанное с семьей, с понятием, с традициями. Вы это в прошлом вот завершите. Какие-то вот травмы, может быть, семейные, прошлые, давние, они вскроются, и Вы их проработаете. И это вот будет самое важное для Вас, самое ценное, самое главное. Ну, давайте теперь мы с вами посмотрим по сферам, что у вас будет в личной жизни, в отношениях, да, в личной жизни, прям общая энергия отношения, личной жизни. Четверка мечей, перерождение, там тоже будет перерождение. Ну, я говорила, что здесь вот эта жадность, она связана с финансами, с личной жизнью. Здесь перерождение, здесь должны Вы превратиться в эту бабочку, пройти этот процесс трансформации, выйти из каких-то, знаете... Здесь показаны любовные треугольники, но я возьму шире, я не возьму треугольники, а я возьму в том, что это какие-то третьи факторы. Потому что здесь может быть и семья, здесь может быть что-то такое, что, знаете, там, где Вы, родители и, возможно, Ваши братья, сёстры. Какой-то такой замес непонятный. Как-то вот всё что-то вмешивается, что-то такое личное. Как будто бы Вам не дают вот спокойно жить. Вот Вам нужно как-то принять какое-то решение здесь в личной жизни. Вам придётся быть более активным. Вот даже в отношениях Вам не дадут покоя. Всё время что-то Вас будет вытягивать из Вашей зоны комфорта. Для того, чтобы Вы пришли в эту двойку. Вот идёт вот эта двойка кубков для того, чтобы Вы пришли к любви, к настоящему союзу. Вот общая энергия будет Вы, как будто бы, знаете, уже не хотите. То ли Вы боитесь, что опять вяжетесь куда непонятно, и там будут непонятные обстоятельства. Ещё раз скажу, не обязательно это треугольники. Может быть, непонятные ситуации там у партнёра с семьёй. Лучше бы, чтобы он был там, я не знаю, как этот, сирота, у которого нет родственников. Потому что эти родственники всё время что-то хотят, требуют. Дети что-то хотят, вашего партнёра требуют. Всё как-то вот надо делить. Ощущение того, что вот эта вот жадность, сценарий жадности, он у Вас присущ и в отношениях. То есть я с кем-то постоянно делю то, что я люблю. Почему я не могу иметь только для себя, да, быть единственным в жизни этого человека. Это человек, чтобы был в моей жизни. Всё время как-то приходится вот делить. То ли с работой, то ли с родственниками, то ли там с друзьями. Вот это вот ощущение всё время для того, чтобы вы трансформировались, приняли какое-то решение для себя, прояснили вот эту ситуацию, и потом пришли в двойке кубка, Вас вытаскивать будут. Вот это общая энергетика. Для тех, кто уже в отношениях, в семье, ну хорошо у Вас будет всё так, как было раньше. Любовь, полная чашь, тепло, уютно, комфортно, очень хорошее. Как было, так остаётся, но не рутина, а Вы знаете, как больше воспоминания, такая, знаете, доброта, что попросишь, партнёр заботливый принесёт, сделает, Вы это делаете. Такая взаимность, очень хорошее, да, уважение, любви, понимание, доверие. Для тех, кто ищет партнёра, будет шанс, будет шанс, будет возможность, ощущение того, что человек, Вам придётся с ним, знаете, как-то очень много ездить, куда-то коммуницировать, очень много будет общения с этим человеком, с передвижениями. То ли Вы к нему будете ездить, то ли вместе будете ездить, то ли он будет к Вам переезжать, то ли вот здесь как-то вот поездки, постоянное движение, да, как-то. То ли мотоцикл будет у этого человека, то ли он как-то вот спортсмен, что ли, с машинами будет связан. В общем, шанс будет, да, и здесь вот какое-то движение будет. Да, и придётся работать над этим, у меня батарейка садится. Не рассчитала я малость. Хорошо, и для тех, кто уже в паре, но не замужем, ну вот здесь есть перспектива брака. Так, всё, больше я не буду говорить про отношения, потому что у меня закончатся. Сейчас немножко осталось батарейки, поэтому давайте я быстренько посмотрю Вам профессиональную сферу и финансы. Что будет в профессиональной сфере, в профессиональной сфере. Так, ну работа будет, общение, коммуникация, надо будет с кем-то договариваться, общаться. Такое, знаете, комфортное. Работу будете любить, да, работа у Вас будет с любовью. Будет работа, если ищете, будет работа. Если Вы находитесь в той работе, Вы будете оттачивать своё мастерство. Что у Вас будет с финансами, ну здесь конфликты будут, ссоры. Надо будет что-то сделать, да, искать какие-то новые источники. Страшно, здесь с финансами я не вижу, чтобы всё было хорошо. Я не вижу. Давайте я посмотрю сейчас, что у Вас будет со здоровьем. Быстренько. Знаете, какие-то вот ложные диагнозы, имейте в виду, могут быть. Какие-то обманные моменты. Может быть, у кого-то даже, если там беременность, то ложная беременность. Что-то такое, ложные, неправильные диагнозы, ошибочные какие-то диагнозы. Вам важно быть в расслабленном состоянии, потому что у Вас болезни, если и есть, только тогда, когда Вы переживаете, волнуетесь. Здесь также могут быть обострения в период перехода от одного времени года к другому. Такие, знаете, цикличные. Здесь чего-то нового, каких-то болезней нет. Нет, только те, которые у Вас периодически, например, что-то обостряется. Цикл для женщин, имейте в виду, тоже может то ли болезненно быть, то ли как-то проблемы с боем, с циклом тоже. Вот, перестаньте быть трудоголиком, больше отдыхайте, больше расслабляйтесь. Потому что сказать, что здесь какие-то проблемы со здоровьем, нет. Здесь будут проблемы только тогда, когда другие люди будут Вас напрягать. Что-то будут хотеть от Вас забирать, когда Вы будете держаться за что-то. Больше такое вот нервное что-то переживание. Ну что, все. Такая у меня была троечка. Благодарю. Я уж не буду собирать, чтобы сэкономить время за внимание. Напоминаю, что до 25 декабря есть акция на такой расклад индивидуальный. Пишите мне на почту. Расклад буду делать по тем же самым вопросам в аудиоформате со скриншотом. Для Вас сделаю самого расклада карт, кому это актуально. Стоимость 2000 рублей до 25 декабря. Кому интересно, пишите на почту. Буду делать для Вас индивидуальный такой расклад. А я с Вами прощаюсь. Всего Вам самого наилучшего. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok